В эфире Народные новости в студии Марина Василевская. Здравствуйте! В начале выпуска его основные темы. В центре внимания молодежь Артем Сдунов принял участие в заседании совета под председательством полпреда президентов ПФО. Задача 80-процентная – охват вакцинации, достичь этой цели в республике планируют к середине декабря. Войтер Йовкс, студентка МГУ, подготовила проект передвижного интерактивного музея «Народная сказка». Витамины, пробиотики и зарядка специалисты дали советы, как восстановиться после коронавируса. 12 ноября глава Республики Мордовия Артем Сдунов в режиме видеоконференц-связи принял участие в заседании совета по реализации государственной молодежной политики в регионах Приволжского федерального округа. Оно прошло под руководством полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова. Открывая заседание совета, Игорь Комаров отметил, за последний год сделаны серьезные шаги к улучшению ситуации в молодежной среде. Принят базовый федеральный закон о молодежной политике в Российской Федерации. В своем апрельском послании Федеральному собранию глава государства Владимир Владимирович Путин подчеркнул особую важность усиления работы с молодежью. В каждом национальном проекте поручено предусмотреть специальный раздел, направленный на поддержку молодых людей. Игорь Комаров предложил членам совета открыто обсудить проблемы воспитания, обучения и занятости молодежи, чтобы понять эффективность действующих механизмов поддержки и определить первостепенные задачи в этой сфере на современном этапе общественного развития. Полпред подчеркнул, что важно обратить самое пристальное внимание руководству регионов на обновление материально-технической базы реализации молодежной политики, организацию системы информационной работы и усилить вовлечение молодежи и подростков в позитивную созидательную деятельность. В течение трех лет в Мордовии успешно реализуются 10 проектов платформы «Россия – страна возможностей», среди которых территория самоуправления, Лига вожатых, Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна», Российская национальная премия «Студент года» и другие. К участникам Совета округа обратился начальник управления администрации президента России по общественным проектам Сергей Новиков, который сказал о важности реализуемых на территории округа проектов в сфере государственной молодежной политики. Он отметил активное участие волонтерского корпуса ПФО. В настоящее время в акции «Хэштег мы вместе» участвуют более 2,5 тысяч добровольцев. Для поддержки некоммерческого сектора регионов округа и средств фонда президентских грантов в 2021 году было одобрено 66 проектов в общей сложности на 93 миллиона рублей. Сумма привлеченных грантовых средств в Мордовию увеличилась с 3 миллионов 100 тысяч рублей в 2018 году до 14 миллионов 100 тысяч рублей в 2020. В прошлом году в конкурсах участвовали 55 молодежных организаций. В рамках регионального проекта «Социальная активность» национального проекта образования за первые полугодия 2021 года в общественную деятельность вовлечено более 41 тысячи школьников и студентов. В Мордовии зарегистрировано свыше 21 тысячи волонтеров. Подводя итоги заседания, полномочный представитель президента России в Приворском федеральном округе Игорь Комаров подчеркнул, что основная задача Совета округа в том, чтобы реализация выработанных решений способствовала систематизации и повышению эффективности проводимой работы с молодежью, устранению проблем, препятствующих достижению стратегических задач в этой сфере. Игорь Комаров напомнил, что предложения будут учтены в протоколе, который представят федеральным и региональным органам власти для реализации соответствующих мер. Напомню, что в Мордовии реализуют свою деятельность более 50 молодежных некоммерческих организаций. Наиболее крупными и активными являются Российское движение школьников, Патриотическое объединение поиск, студенческие отряды, региональное отделение Российского союза молодежи, добровольцы Мордовии. Вячеслав Кузьменко, Народные новости. Активной и инициативной молодежи у Мордовии действительно много. К примеру, студентка Мордовского университета Наталья Кочеткова может стать мастером гостеприимства. Девушка вышла в финал одноименного всероссийского конкурса. На суд экспертов она представила проект передвижного интерактивного музея. Что он собой представляет, узнавали Ирина Семенова и Владимир Надькин. Войтер Йовкс, так будет называться, этническая передвижная выставка. С финно-угорских языков это переводится как «народная сказка». Именно этот вид фольклора и стал основной темой проекта. Согласно задумке его автора Натальи Кочетковой, знакомить людей разного возраста с миром финно-угорской культуры помогут современные технологии. Виртуальные залы, анимированные персонажи народных сказок, интерактивные театрализованные представления. Все это войдет в будущий виртуальный музей. Изюминкой моего проекта будет виртуальная система, система виртуальной реальности, посредством которой наши экскурсанты, гости смогут окунуться в мир финно-угорского язычества. И также отмечу цель моего проекта. Цель моего проекта – это популяризация культуры и продвижение финно-угорских регионов России, в том числе Республики Мордовия, на внутреннем туристском пространстве страны. Но пока это лишь задумка, реализовать ее Наталья и может помочь всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства». Проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Инициативы этой платформы сейчас активно поддерживаются в Приволжье. В случае победы на реализацию своего проекта Наталья Кочеткова получит грант в размере 1 миллиона рублей. Данные средства будут потрачены на закупку музейного оборудования, на разработку 3D-моделей финно-угорских сказочных персонажей, на разработку полиграфической продукции и, естественно, на продвижение проекта. Из 9 тысяч заявок в финал конкурса прошли всего 73 работы в сфере туризма и культуры, в том числе и проект «Мордовской студентки». Заключительный этап конкурса прошел 12 ноября. В этот же день, к слову, состоялся совет при полпреде президента России в ПФО, где обсуждались молодежные инициативы. Игорь Комаров сделал акцент на поддержке молодежных проектов. Принято решение, проблемы в этой сфере должны решаться системно. Результаты же конкурса «Мастера гостеприимства» станут известны 15 ноября. Ирина Семенова, Владимир Наськин, Народные новости. 69% взрослого населения Мордовии уже привито двумя компонентами вакцины от коронавируса. До 15 декабря эта цифра должна увеличиться до 80%. Именно такую долю взрослого населения рекомендуют привить специалисты для достижения коллективного иммунитета с учетом мутации вируса. Процесс идет активно по всей республике. Как вакцинируются жители Эрмадановского района, расскажем в следующем сюжете. Лучшее оружие в борьбе с ковид – вакцинация. Антитела помогут не заразиться, либо перенести болезнь легко, а также не дадут вирусу мутировать. Жители Эрмадановского района это понимают, стремятся обезопасить себя и окружающих. Процедура стандартная. Осмотр терапевта, измерение давления, уровень кислорода в крови, сбор анамнеза. И только после этого врач выдает направление на прививку. По словам медиков, темпы вакцинации в Рамадановском районе в последние дни набирают обороты. В целом население пошло. То есть у нас и рост идет и по стационарному пункту, и по мобильному. Вот сегодня у нас в Питину выехали. То есть там тоже уже в настоящий момент уже порядка 35 человек привиты, вакцинировано. Вакцины у нас вся есть в настоящий момент. И Эпи-Ваккорона, и Спутник Лайт, и Гам-Ковид-Вак, Спутник ВИТ тот же. Вакцины есть в достаточном количестве. То есть проблем с вакциной у нас нет. Помимо стационара, где проводят иммунизацию по разным населенным пунктам района, передвигается мобильный ФАП. Желающие сделать прививку обращаются в поликлинику. К ним выдвигается мобильная бригада. Иммунизацию проходят люди всех возрастов. Ведь каждый понимает, чем быстрее сформируется коллективный иммунитет, тем быстрее все вернутся к обычной жизни. Работа проведена масштабная, огромная. На сегодняшний день у нас привито 62% всего населения. Люди идут. И на ревакцинацию, конечно, сейчас больше стало обращаться людей. Кроме вакцинации от коронавирусной инфекции, в Рамадановском районе продолжается и вакцинация от гриппа. Эта болезнь тоже опасна. К началу эпидсезона нужно быть во всеоружии. Валерия Никитина, Анастасия Целигина, Сергей Соколов. Народные новости, Рамадановский район. Коронавирус страшен не только во время болезни. Последствия перенесенной инфекции многие чувствуют месяцами. Как снизить нагрузку на организм, помочь ему восстановиться и уберечь от риска заболеть в дальнейшем, разбирались Полина Клеменкова и Владимир Надькин. Валентина Букаева заболела ковидом еще летом. Диагноз подтвердился и у мужа. Однако он перенес инфекцию в легкой форме. А вот нашей героине не так повезло. Течение болезни было тяжелым. Лечение заняло несколько месяцев. После выздоровления Валентина Дмитриевна с радостью вернулась к привычной жизни и планирует вакцинироваться. Муж болел более легко, а я очень тяжело. Очень и очень. Но благодаря высокому профессионализму, конечно, Бойковой Татьяны Николаевны, с хорошим образованием, воспитанной, доброй, отзывчивой. Я считаю, нужно обязательно прививку делать. Вот обязательно. У меня все дети привитые. И муж тоже будет прививаться. Всем будем прививаться. Коронавирус – тяжелое заболевание. И даже когда болезнь отступает, остаются неприятные последствия. Устранить или смягчить их помогут рекомендации врачей. Главные советы. Принимать витамин Д, пре- и пробиотики, выполнять легкие физические упражнения. Каждому пациенту при выписке выдается рекомендация, что нужно делать дома. Там все прописано четко. Как двигаться, как дышать, какие лекарственные препараты применять. Реабилитация делится на несколько видов. Первое, что мы делаем, это у нас физическая реабилитация. И второе – это уже медикаментозная. Самые легкие, простые упражнения руками, как мы делали в школе, махи, вверх, круговые движения, можно взять гантельки. Это очень важные методы реабилитации. И физические упражнения, и образ жизни, и питание в том числе. Эти советы помогут как оправиться после болезни, так и сохранить здоровье. Профилактика лучше, чем лечение. А сделать ее максимально эффективной поможет вакцинация. Только коллективный иммунитет убережет всех и каждого от коронавируса и его последствий. Полина Клеменкова, Владимир Надькин, Евгений Фролкин. Народные новости. Самый быстрый путь к врачу. В Мордовии продолжает свою работу санитарная авиация. Специализированный вертолет доставляет в Саранск пациентов изо всех уголков республики. С подробностями Яна Сараева и Максим Бекеев. В 2020 году мир охватила вспышка новой коронавирусной инфекции. Медики приняли вызов и ведут бой за здоровье людей. Исанавиация – эффективное оружие в этом бою. Она помогает сократить время доставки тяжелых пациентов, ускорить получение медицинской помощи. Валентина Кочегарова, заместитель главного врача Ковылкинской центральной районной больницы, рассказывает. Воздушная транспортировка спасла жизнь многим пациентам. В тяжелых случаях мы вызываем через медицину катастроф и определяем тактику ведения данного пациента. Санитарная эвакуация пациентов существует у нас с 2020 года. В этом году с октября месяца мы отправили только шесть пациентов. Это все пациенты, которые заслуживали внимания. Нагрузка на санавиацию сейчас существенно выросла. Как показывает практика, многие заболевшие нуждаются в срочной госпитализации. Именно поэтому вертолет – хорошая альтернатива машине скорой помощи. Еще несколько лет назад санавиация была недостижимой мечтой. А сейчас, благодаря национальному проекту здравоохранения, медицинский вертолет – верный помощник в борьбе за жизнь пациентов. С его помощью в этом бою у медиков есть все шансы победить. Яна Сараева, Максим Бикеев, Народные новости. Тех, кто хочет начать свое дело, поддержат рублем. В республике продолжает работу социальный контракт. По нему можно получить средства на свое дело и направить, например, на покупку оборудования. Такой возможностью воспользовались и бондари из Больших Березняков. Как государственная поддержка помогла расширить ассортимент продукции – в следующем сюжете. В семейной мастерской отец и сын трудятся рука об руку 16 лет. В начале пути они делали окна, двери и строили щитовые дома. А шесть лет назад решили возродить старинное ремесло, которым занималось несколько поколений Буровых. Мой прапрадед занимался бочками. Делал бочки сам и с Астрахани возил рыбу. Ну и, видать, кровь свою берет. Вот такая вещь. Вот и мне все дело, как бы нравится. Забытое бондарное производство в скором времени стало основным направлением работы отца и сына. Старинные технологии гармонично вписались в современный уклад жизни. Бочки из Мордовии разбирают, как горячие пирожки. Продукция из Больших Березняков отправилась даже в Перу и Германию. Больше всего времени отнимает подготовка материалов. Лучше всего для бочек подходит дуб, причем старше 80 лет. Древесину распиливают и сушат с весны до поздней осени. Если не досушить изделие, скоро придет в негодности, а пересушенный материал становится рыхлым. За несколько лет Буровы приспособились к производству своими руками, сделали станки, которые облегчают работу. Нижняя, она уже сформирована, она в свободном положении. Верхнюю часть ее не сожмешь. То есть не вручную, не вот этим стяжком. Ну, то есть это как бы, ну, трудно. Жим большой. Вот придумали сосуд вот эту вещь. И уже, чтобы прикрепно поджать, вы знаете, ее, так скажем, добивали вокруг. Очень много мучились с этим скользцем как-то прокат. Вот мы его сами изобразили. Вон, вон, станочка стоит. То есть идет прокат, который прокатывает и делает на конус, значит, вот эту стяжку. Ну, много здесь такого. Старые с новым. Производство полностью экологичное. Герметичность бочкам обеспечивает ржаная мука. Снаружи изделия покрывают маслом. Но не бочками едиными живет семейная мастерская. В этом году ассортимент продукции значительно расширился с появлением ЧПУ станка. Его приобрели благодаря социальному контракту. За помощь Бурова более чем благодарны. Теперь нашлось применение остатком древесины. Раньше их отправляли на дрова, а сейчас превращают в экологически чистую посуду, сувениры и елочные игрушки. Их изготавливает супруга Бурова-младшего. Первое время было, да, страшно. Такой большой станок, фреза, столько оборотов. Страшновато было. Ну, ничего, потихонечку. Интернет в помощь нам в современных технологиях. Сейчас к Буровым обучаться работе на станке приходят школьники. Ребята после уроков изучают программу и учатся работать с деревом. В планах Буровых отремонтировать мастерскую и проводить регулярные мастер-классы для всех желающих. Ольга Данилова, Сергей Соколов. Народные новости. Большеберезняковский район. Чамзинский район – активный участник национальных проектов. В этом году здесь привели в порядок дворовые территории. Закончили капитальное строительство парка отдыха. Отремонтировали несколько километров дорог. О переменах к лучшему в жизни сельчан расскажут Валерия Никитина и Сергей Кувакин. Первый микрорайон – дом номер семь. Именно в этом дворе совсем недавно закончили благоустройство в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Проложили новый асфальт, установили лавочки и урны, отремонтировали входные группы. Всего за 2021 год в Чамзинском районе благоустроили шесть дворов. Цена вопроса – более 3 миллионов 800 тысяч рублей. Пожелания жителей также были учтены. Совместно с жителями в рамках этого контракта сделаны еще пять территорий, но они находятся в поселке Комсомольском. Это спортивный дом 357 и республиканский 11-13. На этот год все закончено по этой программе «Формирование современной комфорта городской среды». На следующий год у нас проект готов на еще одну территорию. Сейчас вот ждем, участвуем в конкурсе, ждем финансирования. В Комсомольском почти 12,5 тысяч жителей. Для всех них в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» был построен парк отдыха. На него ушло более 20 миллионов рублей. Яркие фонари будут освещать аллеи по вечерам, так что гулять здесь можно будет и поздней осенью, и зимой. Есть здесь и Wi-Fi, и удобные места отдыха со скамейками и беседками. А безопасность обеспечивают камеры видеонаблюдения. Маленькие посетители оценят горки, качели и карусели. На главной сцене теперь будут проходить все праздники. А к приближающемуся Новому году прямо в середине цветника установят праздничную елку. Кроме того, район принимает участие и в других национальных проектах. В текущем году район участвовал в программе комплексного развития сельских территорий. Мы с федерального средства осваивали деньги на строительство дорог в кварталах индивидуальной жильчайной застройки в поселке Чамзинка. И там же строительство сетей водоснабжения. В этом году эти работы завершены. На дороге было освоено более 50 миллионов рублей и порядка 8 миллионов рублей на сети водоснабжения. Теперь земельные участки, которые мы предоставляли и предоставляем участникам программ, молодым семьям, гражданам района, многодетным семьям, которые зарегистрированы на территории района, земельные участки обеспечены практически всеми коммуникациями. Район и дальше будет активно участвовать в национальных проектах. Это позволит значительно повысить качество жизни людей. В планах ремонт и строительство дорог, сетей водоснабжения, благоустройство дворов и появление новых общественных пространств. Валерия Никитина, Сергей Кувакин. Народные новости. Чамзинский район. Розы прячут от мороза. 5200 кустарников готовят к зиме, засыпают опилками и листвой. Таким теплым одеялом королеву цветов заботливо укрывают работники зеленого хозяйства. Как идет процесс, предлагаю посмотреть в рубрике «Без комментариев». Валерия Никитина, Сергей Кувакин. Стащит. Победа. Субтитры сделал DimaTorzok Выдача социальных карт с транспортным приложением в Республиканском дворце культуры продолжается. Важные уточнения. Приходить за ними нужно строго по приглашению. Эти меры позволяют свести к минимуму ожидания и риск заболеть. Временный пункт выдачи социальных карт успешно справляется со своей задачей. Длинных очередей нет. Процесс получения занимает несколько минут. Потеряться тут невозможно. Окна для обслуживания распределены по алфавиту и районам города. Меры безопасности соблюдены. Столы выдачи находятся на расстоянии друг от друга. Посетители и сотрудники в масках и перчатках. Позвонили по телефону, сообщили, что приходите за картой в определенное время. Буквально я минут пять, наверное, была здесь. Все сразу меня направили. Три человека было. Сразу подошли девочки. Одна, вторая, третья. Все на всех распределили, все организовали. Нет сейчас такого ажиотажа, как раньше было. Первый раз, когда приходила, очень быстро и все мне оформили. И в этот раз тут позвонили. И я вот пришла, вот девушка мне уже нашла карту мою. Теперь вам все аккуратно и большое количество. Акона это организовали. Все хорошо. Получить социальную карту ВТБ просто. Сначала нужно оформить заявление онлайн или в офисе банка. Затем, после звонка сотрудника, забрать готовую карту в обозначенное время. Пункт выдачи работает с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов. Полина Клеменкова, Станислав Семин. Народные новости. Отсутствие входной двери, неухоженный подъезд, облезлые грязные стены и антисанитария. С такими проблемами к нам в редакцию обратились жильцы дома 167 по проспекту 70 лет Октября. Как им живется и как реагирует управляющая компания, расскажем в следующем сюжете. Проблемы жильцов общежития на проспекте 70 лет Октября видны еще до входа в подъезд. Детская площадка практически раритет. Хотя, по словам квартиросъемщиков, детей в доме много. Но в первую очередь беспокоит отсутствие ограждения, хотя рядом проезжая часть. Фасад здания также оставляет желать лучшего, но все самое волнующее внутри. Попасть туда нетрудно, ведь дверь не закрывается. Вот мы зашли в подъезд, вы смотрите, какой у нас здесь находится капитальный ремонт. И какая атмосфера, запах какой в подъезде. То есть вот. Вот у нас детки маленькие. Мы каждый день спускаемся, поднимаемся в день по нескольку раз вот в такой воне. На лестнице картины не лучшие. Плитка местами отсутствует, стены облезлые и грязные. Разбитые окна – еще одна боль жильцов. Да и в самих секциях дела не очень. Места общего пользования нуждаются в ремонте и не только в косметическом. Вызывает у жильцов возмущение и рваный линолеум. Вот, он весь поднятый. И весь заплатный. Ну вот, снимайте. А деньги с нас берут? А деньги берут хорошие. Как заправочную квартиру. Наша съемочная группа побывала и в управляющей компании, за которой закреплено общежитие. Диспетчер сообщила, директора нет на месте, однако нам все же удалось пообщаться с главным инженером. Правда, по телефону. Я хочу узнать вашу точку зрения, потому что одну сторону я уже выслушала. Почему там производится ежемесячно? Что там? Там даже не ежемесячно, а через неделю, там не каждую неделю. Насчет косметического я пока не готов ответить, когда там будут косметические ремонты. НТМ будет следить, как же будут развиваться события в доме номер 167 по проспекту 70 лет Октября. И удастся ли им добиться улучшения общего состояния дома и секций. Валерия Новикова, Сергей Кувакин, Народные новости. В ноябре в разгаре небо в основном затянуто тучами, и многие люди реагируют на отсутствие солнца очень остро. Как отличить обычную усталость от осенней депрессии, и как вернуться к обычному ритму жизни, несмотря на все капризы погоды, выясняли мои коллеги. Унылый порой вслед за Пушкиным назвать осень готовы многие. А вот очарование мочей далеко не каждый. Холод и пасмурное небо сказываются на настроении. В такую погоду большинство людей ощущает упадок сил, подавленность, апатию. Понятие осенняя депрессия расхожее, хотя согласно статистике, ей подвержено не более 5% населения Земли. Чтобы узнать, сколько метеочувствительных среди саранских прохожих, мы отправились в Пушкинский парк. Сонливость, да, отмечается какая-то усталость, наверное, да. Я сам создаю себе настроение, поэтому все нормально. Настроение уже как бы зимнее немножко сегодня стало. Ветер, дождь, выходить никуда не хочется, хочется спать. Правильное название осенней депрессии – сезонное аффективное расстройство. Трудно с точностью ответить, из-за чего оно возникает. Исследователи выдвигают разные теории. Изменение гормонального фона, дефицит витаминов, низкая физическая активность. Некоторые и вовсе объясняют такое состояние отсутствием силы воли. Однако специалисты предупреждают – недооценивать осеннюю депрессию не стоит. Если данное состояние продолжается больше двух недель и не проходит без изменения, скажем так, окружения у человека, то можно уже диагностировать либо депрессию, либо субдиверсивное состояние. И точно нужно обращаться к специалисту для того, чтобы с этим что-то поделать. Состояние опасно тем, что человек, если мы берем социальную составляющую, то он просто, скажем так, выстегивается из социального окружения. У него происходит изменение, нарушение, может быть, снижение его трудовой активности. Он на работе может быть неэффективным и совершать разные ошибки. Но если мы берем нашу ментальную или психическую сферу, то здесь могут быть разные состояния, вплоть до суицидальных мыслей, тенденций и суицидальных поступков. Бороться с осенней депрессией можно. Есть несколько базовых методов. Курс витамина D, соблюдение режима сна, правильное питание и физическая активность улучшат и самочувствие, и настроение. Помните, у природы нет плохой погоды. Так что если состояние не улучшается, нужно обратиться к врачу. Ирина Радайкина, Евгений Фролкин. Народные новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Рассказывают о том, как сберечь планету малыми и простыми действиями. Начинают рассказывать о проблемах экологии с первого класса. Так, в преддверии Международного дня вторичной переработки, который отмечают 15 ноября, в 27-й школе с самыми младшими учениками поговорили о раздельном сборе мусора. Здесь будет и теоретическая часть, и практическая. Ребята почувствуют себя эко-спасателями. И будут смотреть на мир глазами людей, которые могут что-то улучшить вокруг себя. Что загрязняет окружающую среду, какие отходы можно переработать, а какие нет, как правильно сортировать мусор и в какие контейнеры следует выбрасывать пластик, бумагу, металл и стекло. Обо всем этом ребятам рассказали на конкретных примерах. А чтобы знания закрепить, придумали тематическую интерактивную игру. В таком юном возрасте дети уже смогли продемонстрировать базовые знания об экологии. Их учительница признается, порой дети в вопросах заботы о природе оказываются сознательнее взрослых. Очень часто я замечала, когда мы ходили на прогулку, и меня сопровождали родители, то дети делали замечания даже своим родителям. Мама, ты уронила салфетку. Мама, как ты думаешь, куда мне положить пакетик от чипсов? Дети уже в курсе всех событий, которые происходят на нашей планете. И они очень активно включились. Провести такие уроки для школьников любого возраста учителя могут и самостоятельно. На сайте движения ЭКО есть все необходимые интерактивные методические материалы. Ирина Семенова, Народные новости. В России уже пару месяцев работает новое приложение, интегрированное с единым порталом государственных услуг. Речь о госуслугах авто, которые позволяют автовладельцам значительно упростить ряд процедур. К примеру, с его помощью можно предъявить инспектору ГИБДД цифровую копию свидетельства о регистрации транспортного средства. Госуслуги авто – бесплатное приложение. Его можно скачать на смартфоны. Процедура регистрации на нем максимально проста. Достаточно ввести пароль от единого портала государственных услуг. Быть его пользователем – единственное и обязательное условие. После ввода пароля на экране появятся все данные о транспортном средстве. От свидетельства о регистрации до наличия или отсутствия штрафов. Это приложение формирует соответствующий QR-код, который и предъявляется инспектору ДПС. У инспекторов ДПС имеются планшетные компьютеры со специальным приложением, который считывает эти QR-коды. Считав QR-код, программа сразу выдает цифровое свидетельство о регистрации, и у инспектора есть возможность проверить автомобиля и собственника по всем имеющимся учетам. Такая практика широко используется в соседних регионах, городах-миллионниках. А вот республиканские автовладельцы приложения госуслуги авто только начинают осваивать. Но те, кто уже успел проверить его работу, отмечают удобство платформы. Вероятно, в ближайшем будущем будет рассмотрен вопрос о применении такого подхода для иных видов, используемых возителями документов. Однако отмечу, что использование мобильного приложения не отменяет обязанности иметь при себе оригинал регистрационных документов на автомобиль. Анастасия Целегина, Станислав Семин, Народные новости. 11 ноября во Дворце культуры городского округа Саранск состоялось торжественное открытие выставки «То. Пятое время года». В числе первых зрителей работами ее участников полюбовалась и наша съемочная группа. Все экспонаты работы художников, педагогов и студентов Института национальной культуры МГУ имени Огарева. Вышивка, кружево-плетение, резьба и роспись по дереву. Батик, ткачество, роспись по керамике, живопись и графика. Здесь представлены практически все виды декоративно-прикладного и изобразительного искусств. Выставка «То. Пятое время года» традиционная, однако в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране. Ее не было без малого два года. Так что эта пятая по счету выставка поистине долгожданная. Все работы интересны и по-своему уникальны. Разнообразие экспонатов и творческие находки не оставят равнодушными даже самого опытного зрителя. Изюминкой такой, которая нас очень удивила всех, стали произведения Ивана Викторовича Кузина. Деревянная скульптура, которой он занимается. Он нам предоставил еще такие уникальные работы, смешанные техники. Это какие-то металлическая проволока и корень и дуба. И все это вместе у него за счет своей богатой фантазии, воображения, он сделал такие настоящие арт-объекты. Помимо представленных экспонатов, в рамках выставки будут проведены мастер-классы, круглые столы и творческие вечера, которые носят не только образовательный, но и воспитательный характер. Это поможет стимулировать творческую деятельность молодежи, способствовать нравственному и эстетическому образованию, а также изучению и сохранению традиций. Наша основная, например, творческая работа – это воспитать достойных дизайнеров, преподавателей декоративно-прикладного искусства, художников, творческих людей, которые уже с малого возраста могут, а у нас среднее звено СПО, им некоторым еще только 19-18 лет, а они уже участники выставки. Это прекрасный воспитательный союз. Выставка продлится до конца декабря. Ирина Суконкина, Владимир Надькин, Народные новости. Нарушители наказаны в Розаевском районе прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасный район». Сотрудники госавтоинспекции проверили 287 водителей и пресекли 58 нарушений ПДД. За безопасностью дорожного движения следила целая группа нарядов. По результатам проверки обнаружены недостатки улично-дорожной сети. Пойман пьяный водитель. Сотрудники ГИБДД проконтролировали не только легковые автомобили, но и безопасность пассажирских перевозок. Проверялось наличие аптечек, целостность огнетушителей и состояние салона. Самое частое нарушение — чрезмерная тонировка стекол. Массовые проверки водителей прошли в 24 населенных пунктах вблизи дорог федерального, регионального и местного значения. До конца года таким же образом проконтролируют все районы Мордовии. На этом у меня все. Далее вас ждет прогноз погоды. В студии была Марина Василевская. Оставайтесь на нашем канале. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова